За три месяца с точки зрения финансов я считаю, что проект полностью выходит и даже с некоторым преувеличением на расчетные мощности. Наш план собрать порядка трех миллионов долларов в десятом году по контрактам в настоящий момент он полностью выполняется. И нету никаких причин, ни высокая конкуренция, ни все-таки еще довольно-таки вялый рынок, которые бы помешали нам это реализовать. Как вы понимаете, сам по себе финансовый результат, сколько денег к вам зашло, это еще не бизнес-результат. А мне кажется, что важнее сказать вот о чем. Я неоднократно говорил, что в проекте Коммерсант.ФМ мы используем самые-самые новые технологии. И эти технологии, технические и редакционные технологии позволят нам значительно сократить косты. Значительно. По сравнению с конкурентами, мы тратим, по моим оценкам, приблизительно в два раза меньше. И это говорит о том, что, чтобы быть эффективным предприятием, нам нужно меньше зарабатывать. И, значит, перспективность этого значительно возрастает. Пока этого нет ни у кого. Пока наши конкуренты либо совсем не собирают деньги, либо собирают неплохие деньги, но очень много тратят и продолжают еще больше тратить. Я это очень хорошо знаю. Здесь, на этом проекте. Пока можно позитивно оценивать аудиторные результаты, можно негативно оценивать аудиторные результаты. Финансовые результаты, на мой взгляд, очень неплохие. Ну, во всяком случае, я мало знаю стартапов, которые бы набирали тот объем контрактов, который мы набрали за три месяца своего вещания. Но то, что нам удается это делать при значительно более низких костах, чем делают наши конкуренты относительно, вот это, я считаю, очень интересный момент. Продолжение следует...